Приветствуем вас, дорогие телезрители! Вы смотрите программу День веков хронограф. Сегодня 1 апреля. 1 апреля 1809 года на Украине на свет появился Николай Васильевич Гоголь, прозаик, драматург, критик. Гоголь родился в местечке Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии в семье небогатого помещика. Детские годы прошли в имении родителей Васильевки рядом с селом Диканька, краем легенд, поверье и исторических преданий. В воспитании будущего писателя определенную роль сыграл отец. Василий Афанасьевич – страстный поклонник искусства, любитель театра, автор стихов и остроумных комедий. После окончания гимназии в 1828 году Гоголь отправился в Петербург с надеждой начать нашу уроку и деятельность. Сложно получить удалось, а первые литературные пробы оказались неудачными. Разочаровавшись, летом 1829-го он уехал за границу. Но скоро вернулся, получил место мелкого чиновника. Серая чиновничья жизнь скрашивалась занятиями живописью в вечерних классах Академии художеств. Кроме того, властно влекла к себе литература. В 1830 году в журнале «Отечественные записки» появилась первая повесть Гоголя «Басаврюк», позже переработанная в повесть «Вечер накануне Ивана Купала». Гоголь сблизился с Дельвиком, Жуковским, Пушкиным. Александр Сергеевич ввел Гоголя в свой круг, где бывали Крылов, Вяземский, Адоевский, художник Брюлов. Именно Пушкин дал молодому Гоголю сюжет для «Ревизора» и «Мертвых душ». «Когда я творил», — говорил Гоголь, — «я видел перед собой только Пушкина». Мне дорого было его вечное и непреложное слово. Литераторов часто делаю. С Пушкиным. С Пушкиным на дружеской ноге. Литературную известность Гоголю принесли «Вечера на хуторе Близзеканьки», «Повести Сорочинская ярмарка», «Майская ночь», «Тарас Бульба», «Старосветские помещики», «Вий», «Шинель». В 1835 году был написан «Ревизор» и уже в 1836 поставлен в Москве с участием прославленного актера Михаила Семеновича Щепкина. Вскоре после постановки «Ревизора», затравленной реакционной печатью и светской чернью, Гоголь уехал за границу. Жил сначала в Швейцарии, затем в Париже, в Риме, продолжал работу над мертвыми душами, начатую в России. Вернувшись в Россию в 1841 году, Гоголь при содействии Белинского напечатал свой первый том «Мертвых душ». Белинский назвал поэму творением по мысли глубоким, социальным, историческим. Работа над вторым томом «Мертвых душ» совпала с глубоким духовным кризисом писателя. Гоголь стал сомневаться в действенности художественной литературы, и это поставило писателя на грань отречения от его прежних созданий. В феврале 1852-го, находясь в тяжелом душевном состоянии, писатель сжег рукопись второго тома поэмы. Через несколько дней Гоголь умер. Оставляя за собой облако пыли, Тарантас, сидевший в нем господином, миновал малый Рославец и по старой Калужской дороге двинулся по направлению к Коптиной пустыни. Совсем скоро он превратился в едва заметную точку на горизонте, которую можно было развечить, разве что с монастырской колокольни. Но потом и это видение исчезло. 1 апреля 1873-го года в селе Семенове Новгородской губернии родился Сергей Васильевич Рахманинов, будущий композитор. Он вырос в семье отставного мусарского офицера. Уже в раннем детстве у Рахманинова появились музыкальные способности. В 1882-м, после разорения отца, семейство переехало в Петербург, где Рахманинов поступил в консерваторию. Но отлынивало занятий. В 1885-м, когда встал вопрос о его отчислении за неуспеваемость, Рахманинов был отправлен в Московскую консерваторию. Там он взял себя в руки и в 1892-м окончил класс композиции с большой золотой медалью. Великолепнейший пианист Рахманинов уже во время учебы стал писать музыку. Первый фортепианный концерт и оперу «Олега». В 1895-м создал первую симфонию, которая была плохо исполнена в Петербурге и не имела успеха. Позже он стал дирижером частной оперы Савва Ивановича Мамонтова. Был дружен с Шаляпиным. В 1904-м году дирижировал в Большом театре. После февральской революции 1917-го решил уехать из России. Жил в США, выступал с концертами во многих странах. Сергей Васильевич оказывал материальную поддержку деятелям науки, артистам, писателям как в России, так и находящимся в эмиграции. Автор четырех концертов, трех симфоний, фантазии «Утес», поэм «Остров мертвых», колокола, симфонических танцев для оркестра, кантаты «Весна», оперы «Скупой рыцарь» Франческо Дарамини Рахманинов получил мировое признание. После начала Великой Отечественной войны он жертвовал сборы от своих концертов на нужной Красной армии. Рахманинов говорил, я русский композитор, и моя родина наложила отпечаток на мой характер и мои взгляды. Моя музыка – это плод моего характера, и поэтому это русская музыка. Сегодня 1 апреля, вы смотрите программу «День веков хронограф». 1 апреля отмечается два совершенно необычных праздника. 1 апреля – это Международный день птиц и смеха. Но обо всем, как естественно, по порядку. Международный день птиц отмечается с 1906 года. Тогда, 1 апреля, была подписана Международная конвенция по охране птиц, в которой Россия присоединилась в 1927 году. Традиционно в это время в ожидании пернатых развешиваются скворечники, синишники, гагалятники и прочие птичьи домики. В нашей стране День птиц отмечается с начала 50-х годов и обычно проводится в первое воскресенье апреля. Он не случайно совпадает с началом второго весеннего месяца. А ведь долгожданный прилет пернатых из южных краев, а на север – это тоже примета наступающей весны. Издавна на Руси в деревнях пекли из теста фигурки птиц и раздавали их девушкам и детям, а они разбрасывали их на заборы, поленницы, дров или на ветки деревьев. При этом пели особые песенки веснянки, зазывая красную весну, чтобы урожай, посеянной весной, был богатым. Несколько последних лет Союз охраны птиц России проводит экологическую акцию «Птица года». Организуя эту кампанию, орнитологи стремятся привлечь внимание жителей нашей страны к самым обычным видам птиц, символам природы России и посвящают год какой-нибудь птице. Так, 2004-й был годом Аиста, 2005-й – совы, 2006-м – сова передала эстафету чайке. В год чайки специалисты попытаются разузнать новое о жизни этих птиц, учесть особенности ее обитания. Нужно понять, кто из пернатых рядом с нами пребывает в благополучии, кому плохо и нужна наша помощь. 1 апреля называют днем смеха или днем дурака. Он не внесен ни в какие календари всенародных праздников, но его вполне можно отнести к международным. Так это и не случайно. Он одинаково отмечается с размахом и в России, и в Германии, и в Англии, и в Франции, и в Скандинавии, и даже на Востоке. В этот день каждый не прочь пошутить над окружающими. Никто не застрахован от розыгрышей, и даже самые серьезные граждане порой невольно улыбаются. Трудно сказать, откуда же пошел этот праздник. А возникновение первоплесской традиции есть разные предположения. Но сходятся они в одном. Эта традиция уходит корнями в средневековую европейскую карнавально-балаганную культуру. В этом обычае есть элемент язычества, осевший в христианском сознании. И все же одни исследователи приписывают зарождение этого праздника Древнему Риму, где в середине февраля, а вовсе не в начале апреля, отмечался День глупых. Древнеримский писатель Апулей считал, что в этот день обман был связан с праздником в честь Божества Смеха. Другие утверждают, что этот праздник зародился еще в Древней Индии, где 31 марта отмечали праздник шуток. Еще по одной версии обычай шутить 1 апреля связан с переносом Нового года. До второй половины 16 века Европейский Новый год приходился на конец марта. К этому событию готовились, ходили друг другу в гости, дарили подарки. А сама встреча Нового года происходила 1 апреля. Позднее, по указу Французского короля, начало года официально стали отмечать 1 января. Но многие подданные продолжали праздновать 1 апреля, чтобы изжить старые традиции, их стали называть первоапрельскими дураками. Стало модными их разыгрывать и высмеивать. И все же хорошо, что 1 апреля у нас есть повод быть веселыми. Постарайтесь сегодня пребывать в хорошем настроении весь день. И в завершении несколько слов о народных приметах. Сегодня по народному календарю Дарья Грязная Пролубница. Около проруби начинает сильно таять и делается грязь, а вода становится желтая. Ранняя весна Большое половодье. Если вешняя вода на Дарью идет с шумом, трава хорошая будет. А как тихо идет, плохая трава будет. 1 апреля просыпается домовой, и поэтому нужно всячески обманывать друг друга, чтобы сбить его с толпа. Редактор субтитров А.Семкин